Ошибка игрока является противоположностью ссылки на случай. Предполагается, что если чего-то вероятного, ну или по крайней мере возможного, долго не происходило, то скоро это должно произойти. Пример тому – поговорка преференсистов «к утру карта попрет». Этим предполагается, что если до сих пор с раскладом не везло, значит скоро повезет. Пытаясь подкрепить этот аргумент школьными воспоминаниями по комбинаторике, игрок прикидывает, что при колоде в 32 карты вероятность обнаружить два туза в прикупе составляет от 1 к 40 до 1 к 80, в зависимости от того, есть ли у него уже на руках тузы или нет. На этом основании он делает вывод, что как минимум к 80-й раздаче ему удача улыбнется. Тем самым он демонстрирует способность к вычислениям и знакомство с законом больших чисел, но в то же время непонимание основного принципа теории вероятности. Прошлые случайные события абсолютно не влияют на будущие случайные события. Согласно закону больших чисел, если вы будете подбрасывать монету 10 тысяч раз, то поскольку вероятность выпадения орла или решки составляет 1 к 2, то примерно 5 тысяч раз должен выпасти орел и 5 тысяч решка. Но если перед этим у вас 9999 раз выпадал орел, это никак не влияет на исход следующего подбрасывания. Вероятность выпадения решки по-прежнему 1 к 2. Точно такую же ошибку допускают те, кто думают, раз мне все время везло, то будет везти дальше. Это мой счастливый день. Исследование западных криминалистов показало, что водители, склонные к употреблению алкоголя за рулем, оправдывают эту практику ошибкой игрока, вне зависимости от того, бывали ли они ранее привлечены за это к ответственности или нет. В первом случае они заявляют, что теперь им повезет и они уже больше не попадутся. Во втором, что везущие и поэтому не попадаются. Впрочем, если ваши друзья заявляют, что у нас уже пятеро сыновей, так что следующим ребенком точно будет девочка, не торопитесь ограничать их рассуждениями о статистике. Просто помолитесь о Божьих благословениях для этой семьи.